МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Героические страницы прошлого. Чувашия готовится отметить 80-летие трудового подвига на строительстве оборонительных рубежей. Поле под застройку. В республике проанализируют эффективность использования земель, выделенных многодетным семьям. Осенняя премьера. Чувашская симфоническая капелла собирает зрителей после долгого перерыва. В Чувашии, как и в России, и во всем мире на фоне пандемии регистрируется рост числа безработных. Это связано с рядом факторов, в том числе и с увеличением пособия на определенный период. Каковы тенденции и прогнозы на ближайшее время, обсудили на совещании в Доме правительства. Численность безработных в республике с начала года увеличилась в 6 раз. В службе занятости на учете состоят более 27 тысяч человек. По данным Минтруда, в сентябре несколько сократилось число нетрудоустроенных. Это связывает с тем, что с начала осени минимальное пособие по безработице уменьшилось с 4,5 тысяч рублей до 1,5 тысяч. Кроме того, служба занятости ведет мониторинг возможных увольнений. Сейчас в республике более 3 тысяч человек в режиме неполной занятости или рискуют быть уволенными. Предусмотрено в настоящее время реализация дополнительных мероприятий, направленных на возмещение юрлицам, работодателям. Расходов на частичную оплату труда работников, которые они взяли из числа ищущих работу, то есть из числа безработных. Работодатели будут получать компенсацию за то, что создали временно рабочие места. Размер компенсации составляет 12 130 рублей, увеличенная на сумму страховых взносов в дне бюджетной фонды. Трудоустройство должно быть на период не более трех месяцев. С помощью таких мер в министерстве планирует трудоустроить до конца года не менее 900 человек. С марта по октябрь принято более 49 тысяч заявлений о предоставлении госуслуги по содействию в поиске работы. В Минтруда объясняют это тем, что подать заявление стало проще. Многие выходят из теневой занятости. Сейчас в Чувашию поступили в полном объеме средства, предназначенные для выплаты пособий безработным. Еще более 200 миллионов рублей поступят до конца года. Олег Николаев поручил заинтересованным министерством провести детальное исследование рынка труда, проанализировать баланс трудовых ресурсов и выстроить планы по переквалификации. Реализация этих мероприятий имеет очень важное значение для того, чтобы нам понять на предстоящий период, как будет складываться ситуация на рынке труда. Также проанализировать глава Чувашии поручил и ситуацию с предоставлением земель многодетным. Сейчас более 15 тысяч семей ждут свои участки, более 8 тысяч земли получили. Но строиться спешат далеко не все. На сегодняшний день земельные участки получили 8755 многодетных семей. В этом году 162 семьи. Право зарегистрировано на 7636 земельных участков. Орган местного самоправления выдано 481 разрешение. 314 семей начали строительство. И только 86 семей построили жилые дома. 169 многодетных семей продали земельные участки. Полностью обеспечены семьи АллатРа, Порецкого и Шамуршинского районов. Самый низкий процент в Чебоксарах и Новочебоксарске. Часто участки для таких семей выделяют в соседних или отдаленных муниципалитетах. Например, 117 семей из города Спутника получили земли в Бресенском районе. И только 15 из них захотели там строиться. Во многих муниципалитетах затягивают работы по изменению назначения земель. Где-то не готовы документации на газификацию и водоснабжение. В то же время есть факты, когда земельные участки простаивают, хотя обеспечены и светом, и газом, и водой, и дорогами. На минимум полтора тысячи участков обеспечены всеми коммуникациями. Ну, примерно, плюс-минус. Вот сколько домов из этих участков построено за этот период? Сколько? Вот мы построили. Я, ГАКС, к этому и веду, что мы тратим достаточно большие средства на то, чтобы обеспечить объектами инфраструктуры. В том числе в этом году построили в рамках инвестной отбавки три объекта и обеспечили там участки газом, а там потребителей по двум, как минимум, объектам, ну, один. Анализ, который проведут органы власти, поможет выяснить, насколько многодетные семьи удовлетворены выделенными землями. Что еще необходимо предпринять, чтобы бюджетные средства работали эффективно? Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Глава Республики Олег Николаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес. Визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в Российской Федерации станет импульсом для развития партнерских взаимоотношений между двумя республиками. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, электротехнике, промышленности, здравоохранении, культуре. Никарагуа тоже страна сельскохозяйственного профиля. В том числе необходима механизация некоторых отраслей промышленности. В электроэнергетической отрасли мы тоже ищем партнеров. Уверен, что ознакомившись здесь с нашей культурой, с нашими возможностями, с производственными, у нас возникнут взаимные интересы. Сотрудничество. Чувашские предприятия наращивают объемы экспорта, выход на новые рынки, привлечение инвестиций и технологий, повышение конкурентоспособности могут дать толчок к развитию экономики региона в целом. Однако часто предприятия сталкиваются с так называемыми нетарифными ограничениями. Это не всегда оправданные требования международных партнеров по сертификации, тестированию продукции, получению разного рода разрешений. Например, при попытке выйти на китайский рынок, завод имени Чапаева столкнулся с затягиванием сертификационных процедур. Химпром для регистрации своей продукции на рынке Евросоюза вынужден платить сотни тысяч евро. Причем платеж это ежегодный. Специалисты предполагают, что часть средств вполне может уходить на оплату научных разработок зарубежных конкурентов. Эту проблему правительство республики намерено обсудить в Москве. В ближайшее время мы планируем активно заняться вопросом по сертификации, в том числе предложить несколько нестандартных шагов нашим частным предприятиям и вынести на уровень Минпрометрога Российской Федерации ситуацию с сертификацией химической продукции за рубежом, в частности на рынках Евросоюза. Повысить уровень правовой грамотности потребителей – это задача Координационного совета при главе республики. Напомним, он действует 2017 года. Сегодня его участники обсудили актуальные вопросы защиты прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг, качества производимой продукции и мер по противодействию фальсифицированных лекарств. Число жалоб снижается, но это не повод расслабляться. В антилидерах по числу претензий к качеству, объему и порядку предоставления услуг в сферы ЖКХ, розничной торговли и бытового обслуживания. Надзорные органы ведут контроль, опираясь во многом на обращения граждан. За 8 месяцев текущего года в госинспекцию поступило 4691 обращение граждан. В рамках государственного жилищного надзора было проведено 20 проверок с апреля. По требованию прокуратуры была одна проведена проверка в отношении ТСЖ «Керамик». В ходе этих проверок было выявлено 9 нарушений, выдано 9 подписаний и потребителям был сделан перерасчет на сумму 11600 рублей. Эффективная мера рассмотрения жалоб – выездные проверки. На месте быстрее можно понять причины жалоб населения и принять нужные решения. Так улучшается качество оказанных услуг. А с рынка ЖКХ уходят недобросовестные предприниматели. Если раньше у нас рейтинг составлялся на основании того, что количество выступивших обращений жалоб управляющих компаний, количество их нарушений, то есть сейчас мы, конечно, хотим и сюда и подключить мнение как раз потребителей, которые проживают на квартирных домах. Для того, чтобы все-таки знать надзор надзором, контроль контролем, а именно качество обслуживания, то есть из первых уст. Вся работа профильных ведомств должна строиться не на выписке, предписании и протоколов, а на решении конкретных проблем граждан. Это ориентирование, прежде всего, на удовлетворенность потребителя. И соответствующее рейтингование управляющих компаний на предмет, прежде всего, исполнения тех требований законодательства, прежде всего, а самое главное, чтобы эти действия приводили к удовлетворенности потребителей. Наши совместные действия по обеспечению законностей, а самое главное, полноты предоставления услуг, приводили к удовлетворенности потребителей, а самое главное, к минимальному количеству нарушений их прав. Отдельно на заседании Корсовета рассмотрели меры по противодействию оборота фальсифицированных контрафактных лекарств. С 1 июля на лекарствах ставят специальные коды. Маркировка, по мнению специалистов, позволит определить качество лекарственных средств и поможет пациентам отличить их от подделок. Специалисты проводят контрольные закупки. С января прошлого года Росздравнадзору были предоставлены новые полномочия и перечень наших мероприятий, проводимых контрольных, расширен и дополнен был еще одним способом контроля – это контрольная закупка. Целью проведения которой также является пресечение нарушений аптечными организациями в сфере продажи лекарственных препаратов, обеспечения их качества и доброкачественности. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. В Алатырском районе после капитального ремонта введен в эксплуатацию участок региональной дороги Шимурша-Сойгина-Алтышева. Ребята, вот вы каждый день до этой дороги пользуетесь или как? Ну, честно, не каждый день. Мы здесь были два года назад, ехали, здесь дорога была очень разбита и сейчас просто мы в шоке, что все гладко, идеально, машина держит дорогу, прям очень комфортно ехать на самом деле. Просто сказка, а не дорога. Так было не всегда. Несколько лет водители ездили по разбитой дороге, старательно объезжая ямы и колдобины. Нынешний капитальный ремонт был сделан по всем правилам. Так называемая дорожная одежда стала многослойной. Стопроцентного качества добивались с помощью современных технологий, а конкретно холодной регенерации. Существующий асфальтобетон не утилизировался, а был использован повторно. Немаловажно и то, что капремонт дороги включает в себя целый комплекс дополнительных работ. Конкретно здесь было сделано укрепление обочин и кюветов. Для освещения использовали солнечные батареи. Мы не так часто используем солнечные батареи в качестве искусственного освещения. Но я думаю, что в случае положительного опыта в дальнейшем мы будем чаще использовать данный метод освещения. В соответствии с госконтрактом гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядной организацией. Нормативные гарантийные сроки на асфальтовое покрытие составляют 8 лет. Ульяна Питакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Республика. 7 октября 2020 года в регионе отменяется особый противопожарный режим, который действовал в Республике с 31 марта и включал ряд строгих ограничений на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. Однако с наступлением осенних холодов возрастает риск бытовых пожаров. Газовые котлы, система отопления, система вентиляции, потому что уже у нас две недели назад был случай отравления угарным газом целой семьи. И все меры безопасности, чтобы до населения доступным путем мы довели для сохранения жизни и здоровья населения. Напоминаем, что при возникновении пожара необходимо обратиться в Единую службу спасения по номеру 112. Протянуть руку помощи. Маленький Марк Пискарев каждый день на протяжении года борется со смертельной болезнью. О том, что с ним случилось и как можно ему помочь в нашем сюжете. Любящие родители, яркие игрушки и забота родных. Для счастья малышу не хватает одного – здоровья. Светлому мальчику поставлен страшный диагноз – тяжелая форма спинальной мышечной атрофии первого типа. Ребенок не может самостоятельно двигаться, принимать пищу и даже дышать. По сути, я его руки. Я и наш папа, мы каждый день выполняем всю работу за него. Двигаем его, переворачиваем его, потому что самостоятельно он переворачивать не может. Занимаемся логопедическим массажем, это все тоже делаю я. То есть я полноценный, можно сказать, круглосуточный реабилитолог. Все началось в два месяца. Мама мальчика стала замечать, что он плохо кушает, мало двигается и все время хочет спать. Родители забили тревогу и направились в больницу. Неоднозначные анализы, направление к другим врачам и объявление диагноза. Спинальная мышечная атрофия – тяжелое генетическое аутосомно-рецессивно-нервно-мышечное заболевание, которое характеризуется прогрессирующими симптомами вялами пролеча и мышечной атрофии. Семья решила не сдаваться. Мальчик хочет жить, старается и делает для своего заболевания прогресс. Сейчас жизнедеятельность ребенка поддерживается терапией спинраза. Однако времени на оказание марку помощи совсем мало. Прекратить ежедневные страдания и боль может единственный препарат в мире – золгензма. Препарат вводится пациенту один раз внутривенно. Да, мы точно знаем, что ему очень нужна помощь, ему очень нужно это лекарство, чтобы он двигался. Для сравнения, чтобы представить, насколько это тяжелая болезнь, просто попробуйте пять минут не двигать ничем. Абсолютно ничем. Но при этом вы будете понимать, что это такое. Просто можно лечь и не подвигать абсолютно ничем. Это очень трудно сделать. Необходимая для приобретения лекарства сумма 150 миллионов 343 тысячи. На данный момент уже собрано около 25 миллионов рублей. Любая материальная помощь нужна и важна. Только мы, взрослые, можем стать настоящими волшебниками, протянув руку помощи маленькому марку. И это в наших с вами силах. Свои пожертвования можно присылать на номер 7522 со словом «Живи» и отправляемой суммой. Например, «Живи-300». Поможем малышу сделать еще один шаг навстречу здоровой жизни». Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Акция чебоксарских школьников «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» продолжается. С каждой экспедицией ребята узнают новые детали и подробности тех событий. Вслед за учениками гимназии номер 2 наша съемочная группа отправилась в село Порецкое, где живут участники героической стройки. Следующий год в Чувашии посвящен трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. К сбору информации о всенародной героической стройке активно подключается образовательное учреждение столицы. «К 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа обучающиеся педагоги гимназии собирали информацию о его строителях. На классных часах гимназисты знакомились с добытым фото и аудиоматериалом. Очень важно, чтобы современное поколение помнило о героическом прошлом нашего народа». Самая ценная информация та, что чебоксарские школьники узнают из первых уст. Спустя без малого 80 лет история оживает в воспоминаниях очевидцев. 28 октября 1941 года началось строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Мобилизовали треть трудоспособного населения – более 170 тысяч человек. Этот масштаб до сих пор потрясает. Ни одно строительство на территории Чувашии больше не собирало такое количество народа. И семьи Муленковых призвали четверых. Валентине Васильевне было всего 13 лет. «Нам давали задания. Основным мы работали по берегу. Берег равняли и спорами, и пешнями, и ломами. Очень был морозный берег. А берег был и песчаный, и земляной всякое. А мы лопатами, железными насыпали на носилки. На носилки в два человека спереди сзади. Его носили туда, куда нам верили. Тяжело было, тяжело. Работа очень тяжелая была. Земля очень мерзла. И иногда ее немножко оттаивали. Костер зажигали. Иначе никак не возможно. Вот в белом шарфе. Это моя мама. А на этой папе как раз служить он уходил. И они с братом фотографировались. Когда началась война, Клавдии Васильевне было 18 лет. Она только окончила Порецкое педагогическое училище. А на следующий же день ее отправили рыть окопы и траншеи вдоль реки Сура. Затем Клавдия Васильевна участвовала в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 19 лет ей было, когда ее уже взяли туда. В Ордатово-то. И вот они там были всю весну и лето. И к осени, я даже ходила к ним в Ордатово-то пешком. И их отправили сразу из Ордатово-то в Москву. И она всю войну под Москвой на аэродроме проработала. Великая Отечественная война для Лазаря Федоровича Кундрова началась со строительства Сурского рубежа. Где 19-летним парнем он строил огневые точки, рыл траншеи и окопы. Норма – 3 кубических метра промерзший, как камень земли, который вынимали вручную. Как война началась, нас за Суру окоп копать. Вперед на квартире жили. А потом, что она замерзла, мы сделали в лесу бараки. Там жили две женщины у нас было. Суп нам варили. Мы там ночевали. Сделали шалаш. Две женщины у нас варили по кнопку. Долго я сколько? Месяца-два я там жил. А по словам оттуда меня жали в вальнюю. Сегодня на месте трудовой битвы шумят хвойные леса. Остатки траншеи едва можно разглядеть. А на местности ориентируются только исследователи и краеведы. Но в наших силах сделать так, чтобы подвиг чувашского народа остался в памяти потомков. Инна Сапотапова, Николай Скворцов, Республика. Проектная деятельность Чуваши отмечена на всероссийском уровне. По инициативе молодежи в Чебоксарах реализуются грантовые проекты с суммой около 14 миллионов рублей. Поддержку получили 10 проектов нового поколения горожан. Направления проектов разные. Главная задача – вовлечь как можно больше молодежи и поддержать эффективную реализацию идей подрастающего поколения. Восстановление лесных массивов, волонтерское движение, благоустройство, интеграция людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь. Это и многое другое направлено на дальнейшее социальное развитие Чебоксар. Останавливаться на достигнутом молодые люди не хотят. Уже сегодня ведется работа по формированию заявок на будущий год. Здесь наша задача – эффективно распределить денежные средства, смотреть, контролировать, вовлекать молодежь. По благо жителей города, горожан, ветеранов. И хорошо, что молодежь активно участвует в этом направлении. Еще один грант в размере 140 тысяч рублей по итогам конкурса «Молодой душой» получит волонтерский центр на проведение образовательных мероприятий для добровольцев старшего возраста. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовится к открытию сезона уже 53-го по счету. На репетиции побывала Юлия Важенина. Российская и национальная классика – современные музыкальные произведения. Новый 53-й концертный сезон симфонической капеллы приготовил поклонникам много сюрпризов. В числе долгожданных премьер симфония номер 8 Антонина Дворжика. Эта симфония говорит о любви к своей родине, к своим просторам, к своей красоте. Мы хотим тоже поведать нашему зрителю эту историю. На сцену выйдут солисты капеллы и артисты оркестра, и артисты хора. И каждый поделится индивидуально своим творчеством. Скрипичная, медная, духовая группы, ударные, арфа и орган. В арсенале симфонической капеллы представлена практически вся палитра инструментов. В оркестре задействовано более 60 музыкантов. И всю природу, и всю природу, моя пятна заключит. В этом году симфонической капелле исполнится 20 лет. За это время оркестр превратился из малого в большой. Эдуард Соловьев в составе капеллы самого основания. У концертмейстера группы «Виолончели» большой послужной список. Он успел поработать в оркестре Кисловодска, 20 лет играл в Якутске, и уже столько же радует чебоксарских ценителей музыки. Со своим инструментом «Виолончели» практически не расстается. Хотя в детстве даже представить не мог себя рядом. Когда вот вначале он показал этот инструмент, и сам поиграл на этом инструменте. Мама аж расплакалась, настолько ей понравился инструмент. Благородный такой, бархатный звук. И, в общем-то, а я вначале не хотел, потому что я маленький был, и, ну как, в общем-то, 12-11 лет не было. Такой большой инструмент, мне как думал, господи, нет. А я хотел, в общем-то, на какой-нибудь дудочке играть, думаю, или на гобой, тогда я еще не знал инструментов. Вот, ну, уговорили меня, вот это мой инструмент уже, это я уже давным-давно понял, что это мой любимый. А Екатерина Николаева, наоборот, в капелле «Новичок». Девушка владеет многими музыкальными инструментами – флейтой, дудукой, бансури, саксофоном. Екатерина пришла в коллектив только в марте и на открытии впервые выступит на сцене с оркестром. Эту композицию выбрала я сама, это танго-этюд Астор Пьяцова, композитор. Это одна из моих любимых композиций, она такого интересного характера. Вообще, любую композицию, когда исполняешь, ты задумываешься, о чем ты хочешь рассказать. И здесь для меня это как-то диалог мужчины и женщины, очень интересно, такое развитие событий. Спор Пьяцова – это всегда такие страсти, такие эмоции. Сезон откроется завтра в сценах Чувашского государственного театра юного зрителя имени Сейспеля. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Сборная Чуваши завоевала четыре медали на чемпионате России по женской вольной борьбе. Воспитанницы Чувашской школы женской вольной борьбы обеспечили себе участие в финальной части турнира. В копилке сборной Чуваши – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали. Состязания на коврах прошли в Казанском дворце единоборств «Акбарс». В упорной борьбе завоевала титул чемпионки России 2020 мастер спорта страны Вероника Чумякова. Серебряным призером весовой категории 65 килограммов стала мастер спорта России международного класса Мария Кузнецова. А на третью ступень пьедестала почета поднялись мастер спорта России международного класса Евгения Захарченко и мастер спорта страны Анастасия Яковлева. Это были главные новости понедельника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова